В 1906 году француз Александр Дарак открыл свой филиал по сборке машин. Компания получила название «Открытая итальянская компания Дарака». Однако отсутствие покупателей заставило вскоре закрыть производство и в 1909 перевезти его на север страны. Новый завод был открыт в провинции Ломбардия, в местечке Портелло, вблизи Милана. В июне 1910-го была основана новая фирма – акционерная автомобильная фабрика Ломбардии, сокращенно Альфа. В эмблеме компании используются символы города Милана – змея, проглатывающая человека, и красный крест на белом поле – символы, олицетворяющие предприимчивость и могущество, призванные способствовать мировому успеху. Легенда гласит, что родоначальник знатной ломбардийской семьи Висконти во время первого крестового похода убил в поединке сарацина, у которого на щите был изображен змей, пожирающий человека. А красный крест на белом поле напоминает о героическом поступке жителя Милана, первому становившему крест на стене Иерусалима во время первого крестового похода. КОНЕЦ Для проектирования первой машины был приглашен Джузеппе Мирози, ранее работавший в Фиате. Первым вытворением стала модель 24HP, развивающая скорость до 100 км в час. Мотор данного автомобиля выдавал 42 л.с. Одновременно была выпущена модель 12HP, двигателем мощностью 12 л.с. Вскоре появилась более мощная версия 15HP. После модернизации 1914 года она получила индекс 15-20HP. В этом же году компания выпустила самую мощную модель 40-20-60HP с верхнеклапанным двигателем объемом 6082 куб.см. В 1915 году руководство компании было поручено инженеру и предпринимателю Николой Ромео. Он-то и добавил к имени компании приставку Ромео. Первым автомобилем с новым именем стала модель 20-30HP, двигателем 4,2 литра и его спортивная версия 20-30ЕС. В 1920 году Джузеппе Мирози создает модель RL, прозванную англичанами маленьким Роллс-Ройсом. В том же году была одержана первая победа на мировом чемпионате гоночных автомобилей. В 1923 году был создан гоночный автомобиль P1. После успехов на гоночных трассах руководством было принято решение о создании отделения спортивно-гоночных машин. Новое отделение возглавил Виторио Яна, который пригласил надложных шефа фирменной гоночной команды и малоизвестного автовагонщика Энцо Феррари. Виторио Яна проводил в жизни теорию внедрения двигателя небольшого рабочего объема с наиболее оптимальной системой питания, развивавшей высокую мощность при малых габаритах. Через несколько месяцев Виторио Яна создает модель P2, на которой был выигран чемпионат мира 1925 года. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На базе модели P2 в 1925-м была создана дорожная версия 6S 1500. Глубокие связи Альфа Ромео с итальянскими банками чуть было не привели ее к раху в преддверии экономического спада, когда главные финансовые акционеры фирмы были разорены. Николай Ромео, ставленник банков, был освобожден от своих обязанностей, а пост президента занял Угаджетти, бывший директор газеты Кориера де ла Сера. И в 1929 году пришел настоящий успех и популярность к родившейся модели 6S 1750. В 1929 году Энце Феррари учреждает спортивное общество «Скудерия Феррари». С центром в Мадене, главной целью которой было создание профессиональной гоночной команды и участие в автогонках. К 1933 году «Скудерия» является официальной командой «Альфа Ромео». С его приходом компания значительно укрепила свои позиции в спорте. Автомобили «Альфа Ромео» выигрывали гонки в Ле Мани, в Тарго Флорио, а также побеждали на гонках «Мили-мили». Пройдя первую стадию модернизации стандартных автомобилей, команда «Феррари» взялась за создание собственных гоночных машин. В середине 30-х годов было построено несколько моделей 8-цилиндровая 8С, 12-цилиндровая 12С и двухмоторная бимоторы. Как говорят автомобильные историки, они имели различный успех, но сдержать нарастающее давление со стороны более совершенных немецких машин не смогли. Это стало причиной отставки Джанно. После войны он продолжал свою деятельность на фирме «Ланция». «Альфа Ромео» «Альфа Ромео» Место технического директора занял испанец Вильфредо Рикард. За весь свой короткий срок службы на «Альфа Ромео» он прославился лишь способностью вести длительные дискуссии о будущем фирме, а в качестве наследства оставил только две гоночные машины, никогда не принимавшие участие в соревнованиях. Это была модель 162 с V-образным 16-цилиндровым трехлитровым двигателем и модель 512 с мотором центрального расположения. В то же время Энцо Феррари добился разрешения у генерального директора фирмы привлечь талантливого инженера Джоакина Коломбо к разработке нового гоночного автомобиля полуторалитрового класса. Через некоторое время гоночная «Альфа Ромео» 158 появилась на свет. В 1939 году начинается разработка автомобиля С-2500. Субтитры создавал DimaTorzok